друзья доброе утро вы знаете читаю про дорогу кори скопа дорогу между армении и той частью карабах которая сейчас отошла пользу азербайджана как известно эта дорога давно уже стала дорога довольно конфликтной где постоянно что случается то есть азербайджан использует вот эту вот дорогу там точнее небольшой отрезок примерно 25 километров который проходит прямо вдоль новой границы между двумя странами то есть там как бы с одной стороны азербайджан другой стороны армения но из-за разночтений картами советские карты карты по гуглу карты еще царской россии ну и так далее и так далее по разным картам граница проходит по разному там с разбросом буквально плюс минус там 100 метров ну и получается граница как бы петля это вдоль этой дороги тут грубо говоря 20 метров армянской части дороги тут 10 метров азербайджанский короче фактически все машины которые идут по этой дороге сегодня они в какой-то момент пересекают границы то азербайджан от армении но недалеко там плюс-минус 100 200 метров на самом деле если бы за мать он был нормальным адекватным государством уже давно бы договорились по поводу этой дороге с арменией то есть если есть спорные участки и с учетом того что эта дорога нужна армении азербайджан вообще нафиг не нужно потому что азербайджан азербайджан не пользуется этой частью дороги с горис окопом какие азербайджанцы ездят из горис окопом никакие для армении это имеет значение азербайджан смогли бы сказать давайте поменяемся вот вам нужно целиком вот это вот дорога а нам нужен какой-то маленький участок территории где-то в другом месте ну соответствующего размера грубо говоря вы вам отдаем там 22 гектара земли где-то там ближе значит капану туда дальше то что нужно азербайджану чтобы например самим азербайджанцам построить какую-то дорогу или какой-то там скажем населенный пункт обустроить армении нужна дорога так давайте поменяемся мы вам отдаем маленький кусочек земле вы нам и дайте майки и закрыли вопрос все проблема решена но азербайджан уже это не нужно то есть азербайджан нужно постоянно порождать какие-то конфликтные ситуации вот на этой дороге чтобы постоянно показывать что конфликт не решен что мы требуем увязать значит вопрос этой дороги с карабахом хотя какая связь где карабах и где эта дорога данного азербайджан пытается пациент провоцировать конфликты но азербайджанцы точнее власти азербайджан они большим умом не плещут из все за что они берутся они делают все это извиняюсь через зад например не так давно в армянских смы публиковали что якобы был азербайджанцами азербайджанской полиции выписан дорожный штраф армянскому обычному водителю автомобиля который ехал как раз по этой дороге из горисов капан что-то он там нарушил не азербайджанцы выписали ему штраф с какой стати азербайджанцы выписывают штраф на дороге чей статус еще не урегулирован он не урегулировать дорога находится спорной зоне демаркация границы не проведена насколько я знаю переговоры ведутся но еще не не завершены то есть когда они будут завершены если они будут завершены таким образом что дорога отойдет к азербайджану там вообще никто не будет ездить ну в смысле армяне если же будет решено что отойдет к армении там не будет никаких азербайджанских постов а сейчас вопрос не улажен и пока вопрос не улажен как вообще можно кого-то там штрафовать с чего вдруг азербайджанцы решили что их дорога с чего не взяли что армянин ехал по их дороге не по армянской если честно я вообще сомневаюсь что страх был реально выписан поскольку это невозможно в силу ряда юридических и фактических нюансов дело в том что до проведения демаркации как я сказал саду дороги спорной во вторых если баку считает дорогу своей территории то возникает вопрос а в каком статусе находился в армении данный армянский автолюбитель ну которого не оштрафовали то есть по мнению азербайджану приехал в азербайджан как турист или как транзитник а через какой пограничный пункт он ехал в азербайджан а он только по этой дороге ходу еще в баку ездил на своих армянских жигулях вот понимаете то отсут где печати в армянском паспорте а езди выезде в азербайджан где номера в азербайджанской визы кто эту визу выдал где таможенное оформление регистрации транспортного средства то есть любой автомобиль который въезжает в какую-либо страну например в армению или в азербайджан или в россию неважно куда он регистрируется на таможне у вас есть все документы необходимые для везда в страну и потом если например на условно говоря вы поехали из армении в грузию вас грузинская полиция скажем штрафовал за какие-то там нарушения это одно а теперь представьте абстрактную ситуацию вы на автомобиле каким-то волшебством оказались в тбилиси не проехав границу такое вообще может быть не может быть соответственно выписывать штраф они тоже не могут это понимаете юридические невозможные действия но поскольку азербайджанцы постоянно вытворяет какие-то глупости ну скажем взять мой случай с моим арестом арестовали а скандалились на весь мир опозорились теперь еще азербайджан и суд проиграл в страсбурге ну они глупости выкидывать могут так вот если такое действительно произошло либо правиль зайдет в будущем я бы это повернул против интересов самой же азербайджанской республики смотрите по закону у гражданина получившего штраф есть право на обжалование штрафа в азербайджанском суде срок до 30 дней кстати в армии точно такие же правила везде в мире такие правила если вы не согласны с тем что вы выписали штраф то вы можете его обжаловать и попробовать не платить через суд это ваше законное право так вот я в этот суд обжаловал в азербайджанский здесь этот штраф я бы обжаловал азербайджанский суд отправил бы в боку заявление по почте с удовольствием что хочу судиться с полицией азербайджанская в азербайджанском суде это кстати на обратной стороне штрафа там написано что 30 дней есть на обжалование если не согласен со штрафом и также потребовал бы азербайджанского суда обеспечить мою явку то есть мой приезд в баку для участия в судебном процессе по поводу этого штрафа потому что если виновным не считаю хочу обжаловать штраф суде и хочу приехать по армянскому паспорту допустим у меня другого нет допустим и суд обязан выполнить это это первая обязанность суда обеспечить человеку возможность заявить своим согласие в суде это кстати написано в самом же штрафе на обороте но азербайджан ни в коем случае не изменит свою армянофобскую политику ради одного отдельно взятого штрафа азербайджан не пускает на свою территорию не граждан армении не вообще армян не важно хоть с американским хоть с российским хоть с японским паспортом но если у вас фамилия там кончается на я они вас не пустят тем более не раз не пустят по армянскому паспорту в баку судиться с азербайджанской же полиции раз так то штрафованный армянский гражданин был лишен законного права на обжалование штрафа в суде то есть на обороте штрафа написано вы можете обжалочить 30 дней а фактически вам такую возможность не дают с какой стати почему азербайджанский гражданин может это обжаловать такому штрафе он может то есть получивший штраф там на дороге из баку в гянжу его там где-то остановить оштрафовалиrå со штрафом не согласен saber olduğunu буквально не может арменин обжаловать не может потому что его фамилия кончается наян то есть это что получается что азербайджан считает нормально выписывать штраф гражданину армении но вправе обжаловать этот штраф он его ограничивать потому что фамилия кончается наян таки понимаю так это прямой суд путь в страстбургский тут damn человек и верпийского туманца человека с обвинением азербайджана в дискриминации по национальному признаку и все шансы на успех. Вообще жаль, что я не армянин и не гражданин Армении. Я никогда правила оторожного движения не нарушаю, но если я был бы армянином и гражданин Армении, я бы взял какой-нибудь старый жигуль, поехал бы по этой дороге и с принципа бы выключил фары. Ну, как вы знаете, зимой ездят с включенными фарами. Я бы выключил фары перед азербайджанской полицией, чтобы они мне этот штраф выписали, чтобы потом за уши их затащить в Европейский суд и там отыметь по полной программе. Пока, ребят.